Тибетский як, самки марала, зубры и эксклюзивная китайская свинья породы Мейншан. У центра экологичного туризма, який находится каля агроградка Бабовичи, пополнение. Живелы уже узвыклися с новыми умовами и рады гостям. С новоселами познайом и у сей наш корреспондент Дмитрий Котау. Стеснительная, да, так подходишь, гладишь, у него вопрос. Он не боится, так уже стал со стороны. Такого прыгажуна, який худшей нагадывая добра усім знайомого Шарпея, можно сустреть только у центра экологичного туризма. Порода эксклюзивная. Китайского Мейншана в Беларуси больше нема. Поведомление об его продаже заявилося на одним из интернет-сайтов. Керавник центра экологичного туризма Василий Антонов одразу отгукнулся. И на приконце минулого года накерувался за новым постояльцем. Проблем с доставкой не возникло, як у далейшим, и бытовых складаностях. Не глядяши на стереотип, китайская свиня породы Мейшан вельми ахайная живела. У этих свиней есть еще особенность отличительная. Некоторые самки готовы давать потомство за один раз до 40 поросяток. То есть такого большого помета ни одной породы свиней нет. Вот сейчас в активном поиске ему невесты, и будем пытаться развести эту породу. По суседствии, литерально у некольких метрах, яшшы одны новоселы. В листопаде минулого года в центре экологичного туризма з'явилися зубры – два брата-близняты. А четыре дни тому, что символично на День Святого Валентина им поселили двух девчонок. Новых суседок, браты-близняты, сустрели не совсем дружелюбно. В первые дни ожитивлялась соправдная боротьба за территорию. Но уже сегодня живелы живут мирно. Такие поводины для этих живел – норма. Им треба крыху часу, как призвучается один до одного. Девчонок, до речи, привезли из Могилевского буйнического зоосада. А браты-близняты – из Минского зоопарка. Новых зубров специально подбирали из иншого места, как выключить близкородностное скрыжевывание, которое может негативно повплывать на будущее потомство. Думаю, уже через год, наверное, у нас будет потомство. Так называемая в Гомельском районе микропопуляция зубров. Наверное, первая. Опять старались при покупке этих животных выбрать более-менее спокойных и почти контактные. Они хоть и из полувольного вольера, но уже к себе практически подпускают. Так само сяродного села у тибетский як. У ближайших планах пошук для его самки. Сяброку подбирают и для алтайского морала. Алтайскому моралу двух невест привезли и третью заказали. С научными сотрудниками, которые занимаются мораловодством, мы созванивались в России. Они нам все-таки посоветовали, чем больше самок у самца, тем будет более правильно. Ну и потомство будет более прямо пропорционально развиваться. Усего в Центре экологичного туризма больше за 100 живел. Некоторые зараз за холодного надворья знаходятся в теплых помешканиях и недоступные для наведывальников. У приватности – австралийские лебеди, карликовые камерунские козы и индийские дикобразы. Однако уже худко с наступлением весны, разом с иншими постояльцами Центра, и они знову почнут радовать як дорослых, так и дятей. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова